Доброе утро, дорогая церковь, дорогие друзья, слушатели. Приветствую вас именем нашего Спасителя Иисуса Христа. Сегодня я хотел поговорить о нашей жизни. О жизни, которую мы с вами имеем, и жизнь наша, она в руках Бога. И просто наша жизнь, она дает нам право прожить ее не напрасно. Я так и назвал нашу тему «Не живи напрасно». Можно ли прожить сегодня жизнь напрасно? Можно. Даже будучи верующим человеком, можно к нему прийти, но остановиться на том, чтобы не достигать его лица, не искать его лица. А можно наоборот, влаживать в материальное, влаживать не то, что вечное, влаживать и тратить силы, тратить ресурсы, тратить здоровье и не иметь покоя, не иметь покоя Божьего. Бог говорит, помышления плоские – суть смерть. Помышления духовные – радость и мир. Дорогие, сегодня, когда наше сердце ищет Бога, Бог нам открывает свои границы, своей великой многомилости, которая дает нам право не проживать жизнь напрасно. И если мы это не проживаем напрасно, то мы с вами будем иметь огромное благословение. Почему? Потому что мы будем искать Царствие Божие, а потому что в Матвея 6.33 написано «Ищите прежде всего Царствие Божие и правду его, остальное все приложится вам». Дорогие, на что мы сегодня тратим свою жизнь? Куда мы ее вкладываем? Что является нашим приоритетом в жизни? Какая наша мотивация? Это вопросы, которые нужны нам для того, чтобы мы могли проанализировать свою жизнь. И Бог дает нам право, читая Слово Божие, анализировать свою жизнь и понимать, что нет никакого смысла жить бессмысленно, без Бога, без Его святости, праведности, без Его поклонения, без поклонения Ему. Я хотел бы сегодня прочитать одно местописание, которое дает нам понимание, что нет смысла тратить время и все остальное на бессмысленные вещи. Нам нужно найти Бога. Нам нужно искать Его лица, еще ближе быть к Нему, знать Его характер, знать Его чувствование, знать все то, что Он переживает, чувствует по отношению к тем, кто страдает, кто переживает, кто имеет уныние, кто не знает, где найти спасение или кто нашел, но уже теряет, уже не знает, как быть дальше. Давайте прочитаем Исаия 55 глава, прочитаем со 2 стиха. «Для чего вам отвешивать серебро, за то, что не хлеб, и трудовое свое, за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, вкушайте благо, и душа ваша да насытится туком, преклоните ухо ваше и приходите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». На место Давида можно поставить свое имя. И дальше 6 стих. «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко». Дорогие, интересный текст, текст, который открывает нам глаза нашего сердца на то, чтобы мы с вами не перепутали приоритеты, не поменяли фокус, а имели правильное направление, чтобы мы не влаживали свою жизнь в то, что не является вечным. Не трать жизнь напрасно, не живи напрасно. Бог через это местописание говорит именно так. Он говорит, послушайте меня, смотрите, внимательно, вкушайте благо, вкушайте эту истину Слово Божие, которое я вам оставил, и душа ваша насытится туком. Она будет иметь все необходимое для жизни. Хотя это бывает непросто, и будет непросто. Дальше Он говорит, смотрите, преклоните ухо ваше и приходите ко Мне. Интересные шаги, которые Бог предусмотрел для каждого из нас. Послушайте Меня внимательно, вкушайте благо. Тут написано Давиду, но Мне, Славику, Васе, Пете, Коле, Саиде, Лене, Мне. Дорогие, Бог дает нам указатель жизни, Бог дает нам приоритетность своего Слова. Он дает нам силу этого Слова для того, чтобы мы именно так и поступали, потому что Его Слово – это инструкция жизни. Дальше мы с вами читаем шестой стих. Ищите Господа, когда можно найти Его. Сегодня мы с вами еще имеем то время, когда мы можем Его найти. То время, когда мы можем покаяться, когда мы можем измениться, когда мы можем отставить, когда мы можем просто платить цену, поменять приоритеты, поменять все ненужное, не вечное, на вечное, все бессмысленное, на смысл жизни. И когда мы приходим к Богу, мы преклоняем, мы слушаем ухо свое, мы слушаем внимательно, мы просто делаем усилия, потому что для нас это важно. Мы обязательно получим этот завет вечный, который Бог нам пообещал. И обязательно найдем Бога, потому что Его можно еще найти. Здесь дальше интересно, вторая половина стиха шестого написана, призывайте Его, когда Он близко. Смотрите, призывайте, Боже, войди в мою жизнь. Боже, измени мой характер. Боже, проведи меня этим путем. Боже, защити меня, измени меня, избавь меня. Я хочу меняться, я хочу тебя прославить, чтобы тебе поклониться. Дорогие, тут написано, Он близко. Он близко, Он ждет тебя и меня. И Он предлагает нам себя. Вот именно такого Бога, который простит, который подарит нам вечность, который даст нам много милости. И это действительно дорогого стоит. В седьмом стихе написано, как бы, обновление, понимание, поиска Бога. И, как бы, практический шаг. Доставить нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Смотрите, и да обратиться, то есть, развернется от всего того, что является нечестием. И обратиться к Богу. Смотрите, ключевой ключ, концовка. И Он помилует его. И к Богу нашему. Ибо Он многомилостив. Дорогие, именно такого Бога мы с вами учимся любить. Именно в такого Бога мы с вами учимся верить. И пусть нас Бог во имя Иисуса Христа благословит, чтобы мы слушали Его внимательно. Принимали это благо, которое нам дает, которое записано в слове. Чтобы мы преклоняли ухо сердца к Нему. Чтобы мы внимательно слушали Его. Чтобы мы искали Его. Призывали Его. Потому что время еще есть у нас. Двери спасения открыты. Да благословит нас Господь, чтобы мы нашли Его. Чтобы мы изменились. Мы были новым творением. И прославили нашего Спасителя своей жизнью. Во имя Иисуса Христа пусть нас Бог в этом благословит. Аминь.